Если небольшой процент людей станет такими, они будут менять атмосферу в мире просто тем, как они живут. Достигнем ли мы этой критической массы в следующие 10-15 лет? Это наша цель, которую мы хотим реализовать. Намаскарам, Садгуру. Я живу в Ашраме около двух месяцев. Это место очень благоприятно для Саданы. Я боюсь, что если когда-нибудь мне придется уехать отсюда, отправиться домой к своей семье, я не смогу адаптироваться. Значит ли это, что, если человек живет в Ашраме, он становится неприспособленным к жизни в другом месте? Посмотрите на это так. Живя дома, в том месте, которое вы называете домом, вы становитесь неприспособленным для жизни в Ашраме. Но я смог прожить два месяца. Все обстоит следующим образом. Видите кокосовые пальмы? Здесь их не так много, но на соседнем участке наши кокосовые пальмы растут и плодоносят очень хорошо. В этом районе фермеры выращивают кокосовые пальмы и пальмы Орека. И наш союз фермеров вошел в пятерку лучших фермерских союзов в Индии. Это означает, что кокосовые пальмы приносят очень хороший урожай. Мы получаем хороший урожай кокосов и орехов Орека. А сейчас мы возьмем то же самое кокосовое дерево и поместим его на вершину горы. Было бы здорово, если бы на вершине горы росли кокосовые пальмы. Вы забираетесь в гору, очень хотите пить. Выпить кокосовой воды было бы замечательно. Но если бы посадить там кокосовые пальмы, все они там зачахнут и погибнут. Потому что разным видам жизни необходима разная окружающая среда, разная почва и климат. для того, чтобы человек расцвел, как человек. Если вы хотите расцвести, как инженер. Возможно, хотя я так и не думаю, но возможно, из-за того, что мы не строим так много, а шрам не самое благоприятное место для инженера. Если вы хотите добиться успеха, как доктор, возможно, это не лучшее место, слишком мало больных. Если вы хотите быть юристом, если вы хотите развиваться, как юрист, это не лучшее место. Недостаточно разногласий. Поэтому вы не сможете расцвести, как юрист. Но если вы хотите, чтобы расцвело вот это существо, вам необходима определенная атмосфера. А шрам создан именно для этого. Не для того, чтобы вы расцвели, как нечто другое. Возможно, город, завод или суд будут более благоприятным окружением для других видов развития. Но если вы хотите расцвести, как человек, вся атмосфера была создана для этого. Если вы хотите расцвести, как эго, это очень плохое место для жизни. Очень плохое место. Совершенно неподходящее. Вы затягнете быстрее, чем кокосовая пальма на вершине горы. Так что для разных целей создаются разные пространства. Сначала вы должны решить, в чем цель и направление вашей жизни. После этого ответ, где вам лучше жить, придет естественным образом. где мне лучше жить. Если вы хотите стать промышленным инженером, но сидите на пляже, ничего хорошего в этом нет. Там вам нечего делать. Пляж — это место для тех, кто отдыхает, кто в отпуске, кто просто сидит и наслаждается океаном, песком и тому подобным. Это не место, куда можно прийти и построить промышленный завод. Для этой цели вам нужно быть в определенном месте. Но если вы хотите расцвести как человек, если вы не заинтересованы в профессиональном развитии, если вы хотите успешно развиться как человек, тогда шрам — это подходящее место. Именно для этого он и был создан. Я бы хотел, чтобы по всей Индии и по всему миру были тысячи подобных мест. Но, к сожалению, это не так. Потому что за последние несколько столетий эта система была разрушена на многих уровнях. Возможно, вы не знаете. Но если я произнесу имя Кришна, люди вспомнят о сливочном масле, флейте и девушках. Но в своей жизни Кришна создал больше тысячи духовных ашрамов на северных равнинах Индии. Никто не говорит об этом. Потому что люди говорят в соответствии со своими интересами. Вся эта инфраструктура была полностью разрушена в результате повторяющихся военных вторжений, которые пережила эта земля из-за безответственных и очень жестоких людей, которые разрушали все, что отличалось от них. Если вы не похожи на них, вам конец. Такая была у них политика. Поэтому все было разрушено. Но пришло время построить это заново. Как я сказал, к 2025 году у нас в ашраме будет инфраструктура, чтобы 10 тысяч человек могли делать садану на протяжении 7 месяцев каждый год. Смысл создания инфраструктуры в том, чтобы появилось достаточное количество духовно сильного, не принадлежащего какой-то конкретной группе, но внутренне стабильного населения. Нет необходимости делать это для всех 7 с лишним миллиардов человек. Если небольшой процент людей станет такими, им не нужно будет кого-то учить. Они будут менять атмосферу в мире просто тем, как они живут. Достигнем ли мы этой критической массы в следующие 10-15 лет? Это наша цель, которую мы хотим реализовать. Молодые люди, которые еще не запутались, еще не наломали дров, не запутались внутри или во внешней жизни, вы должны подумать об этом. Наше поколение имеет эту возможность. наука и технология освободили наше поколение людей от процесса выживания. Мы приходим к тому, хотя это может показаться утопией, но это случится. Люди говорят, что через 20-25 лет никому на планете не нужно будет работать. Поэтому многие обеспокоены. Они приглашают меня на разные конференции, посвященные искусственному интеллекту, и спрашивают, что нам делать? Я говорю, все ваши профессора будут бесполезны, потому что электронный гаджет сможет защитить 10 дипломов за один день. Мой телефон может получить 10 степеней профессора в течение одного дня. Вот сколько в нем информации. Все эти умники, которые прочитали книгу на пару лет раньше вас и думают, что они большие интеллектуалы, все они останутся неуделом, потому что маленький гаджет сможет сделать то, что не смогут сделать миллионы людей. Поэтому сейчас, подходящее время. Люди боятся, что станет нашей работой. Я отвечаю, вы будете в отпуске всю жизнь, это же прекрасно. В любом случае, что-то я не вижу, чтобы профессора шли на работу, пританцовывая и с большой радостью. Сколько профессоров заходят в класс, танцуя, в полном экстазе. Теперь ваш телефон будет зачитывать Диту, Веды, Коран, Библию, все, все, что вам захочется, с полным анализом. Какую страницу вы захотите, на любую тему. Вам просто нужно будет спросить. Я хочу знать, что Бог сказал об освобождении. Все знания вашей памяти станут бесполезными, потому что гаджет будет обладать памятью в миллионы раз больше, чем ваша. Именно тогда. Вот когда человек приобретает значение. Поэтому мы хотим создать инфраструктуру, которая будет взращивать людей, а не производить накопление памяти. Вот что означает растворение или уничтожение вашей кармы. Вместо того, чтобы быть накоплением памяти, вы становитесь существом, человеческим существом. Именно для этого создана эта атмосфера. Если вы считаете, что вы выполнили свою миссию, то вы нигде не встретите проблем. Если вы еще в процессе, тогда вам не стоит уезжать. Вы должны закончить работу, потому что то, что сделано наполовину, может стать проблемой. Поэтому важно, все они боятся, что могут потерять свою работу. А я думаю о том, как с этим буду работать я. Потому что когда они потеряют работу, сначала они испугаются, будут горевать, выпивать, но потом они все придут ко мне. нам необходима человеческая и материальная инфраструктура. Потому что как только все это начнут делать машины, быть человеком станет самым важным. Поэтому вы должны остаться на некоторое время и закончить свою работу. Тогда, куда бы вы ни отправились, у вас все будет хорошо. Я путешествую по миру больше, чем вы. И я прекрасно себя чувствую в любой части мира. Как-то меня пригласили на одно из гламурных мероприятий в Мумбаи. Некоторые люди были обеспокоены, как Садхгору будет чувствовать себя на таком мероприятии. Здесь так много гламура, люди одеты в определенном стиле, они выпивают, делают то, это. Я сказал, что заставляет вас думать, что мне будет мешать, как люди одеты или как они не одеты, или что они едят или пьют. Что заставляет вас думать, что это каким-то образом повлияет на меня? Моя духовность не настолько хрупкая, что на нее может повлиять то, как кто-то ест, пьет, или что на нем надето или не надето. это не имеет для меня совершенно никакого значения. Если ваш духовный процесс настолько хрупок, что от одного взгляда на кого-либо он развалится, тогда вам необходимо работать над собой. постоянно нести такой хрупкий предмет это стресс. Если вы несете такой хрупкий предмет, предположим, ваши ступни сделаны из желе. куда бы вы ни наступили, тогда идти будет сложно. Тогда вы не способны жить в этом мире. Если вы не можете жить в этом мире, не думайте, что это духовность. Духовность означает, что даже если вы поместите меня в ад, я останусь таким же. Я не хочу сказать, что у вас дома ад. Вы сами задали такой вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok